Добрый день, мои зрители, любимые. Сегодня я стираю вот такие подушечки. Постирала, на той стороне высохли, сейчас они на солнышке прогреются. Так я довольна этими подушками. Мадам Коко, очень хорошее качество. Также постирала туфелька моему мужу, ручную. Я вам так и не показала свои цветочки, в каком они состоянии. Много чего я повыбрасывала. Тут у меня перчик растет, тут еще перчик растет. Это, вы знаете, очень вкусно его добавлять. К чему? Сейчас расскажу. К рыбе, ко всему. Друзья мои, мы с мужем сделали уборку. Посмотрите, как освободили все там. Тут у меня пусто, мангал остался. Вдруг когда-нибудь мы сделаем. Цветочки я поставила так, вот так протянула. Здесь у меня тоже цветочки, здесь тоже пересадила эти. Что еще вам показать? Что же вам еще показать? Что у нас нового? Что тут переставила тоже цветочки? Вот. Еще что показать вам? Там так повесила эту картину пока. Этот цветочек меня радует. Монстера. Монстера. Посмотрите, она новый цветочек нам. Листочек родила, когда мы приехали с Ашкэмом с Батуми. Это тоже разрастается, благодарит мне. Так. А сейчас я вам покажу, что я готовлю на ужин. Хотя сегодня, знаете, что я иду на день рождения к моей подруге. Я забочусь о своем муже. Как же его оставить с одного голодного? Я решила ему запечь рыбку красную с картофелем. Полезно и вкусно. Сначала оно мне полежало в таком... Помешало с перчиком, с оливковым маслицем. И сейчас я его поставлю в духовку. И через час за мной приедут. Кстати, надо уже мне собираться. Время так быстро летит. И покажу, как мы веселимся. Началось так замечательно. Такая погода у нас. Боже мой. Здесь покажу вам цветочки. Сейчас на этом балконе. Смотрите, как я пересадила их. Они размножаются. Такие красивые цветочки. Здесь тоже к вечеру. Видите, сейчас распустятся. Здесь так посадила. Здесь я делала маникюр сегодня себе. Вот еще так все разбросано. Здесь вот так. Здесь у меня эвкалипт. Там у меня цветочки. Видите, он уже идет куда-то хочет. Надо ему помочь. Погода замечательная. У меня сегодня такой позитив. Я уже почти подхожу. Завершаю уборку свою. И вот действительно, если честно, устала. Мне хочется что-то такое развлечься. Потанцевать, побегать, попрыгать. И вот иду к подружке на день рождения. Еще я рисую нейрографику. Не теряю время вспять. Сделала вот такой себе маникюрчик. Сделала йогу. Встала утром. Выспалась. Я эти дни рано ложусь. Отключаюсь. Отключаюсь, можно сказать. У нас вот суббота. Видите, как продают там вещи. Покупателей тоже много. Так о чем я хотела с вами поговорить? Ой, у нас такая жарища. Наконец-то загрузила сегодня вам видео. Извините, то что я не часто публикую. Но я немножко прихожу в себя. Привожу в квартиру порядок. И сегодня... Да, я купила два марафона. Один по фотографии, а другой по тару. Почему-то это у меня выпало в рекомендациях в Инстаграме. И я решила попробовать, разобраться. Зайдет, не зайдет. Кстати, тару – это бесплатный марафон. И сейчас слушаю очередное интервью моей Анастасии с известным продюсером многих известных блогеров и миллиардершей 25-летней. И я узнала о том, что она тоже начала с бесплатных марафонов. Так что если вам попадается что-то бесплатное, от этого у вас не убудет, но прибудет. Может быть, это как раз то, чем вам нужно заниматься. Вы найдете свое дело. Поэтому я сейчас должна сделать фотографию по первому марафону, отправить ее на задание, на проверку. И быстро в душ собираться. Кстати, я уже дорисовала нейрографику. Мне нужно ее только раскрасить. Но можно остановиться и завершить в следующий раз попозже. Может, когда приду. А сейчас я побежала. Друзья мои, вот так я сегодня выгляжу. Вот такой у меня лук. Все, я пошла на партии. Мои дорогие, я пошла на партии. Ну как я вам. Надо же покрасоваться иногда. Все, мои дорогие, я пошла. Уже за мной приехала машина. Выключаем весь свет. Идем на партии. На пляжную вечеринку. Ну, не на пляжную, а возле берега будем там сидеть. Как же красиво вечером здесь. Желаю еще посниматься. Эти девчонки. Как красиво. Здесь мы сейчас решили припарковаться. Девочки пошли за сумками. Меня вставили здесь. Жду их. Дружи нервничают. Что здесь очень нас побеспокоит. Ну, смотрите, здесь девчонки принесли из колес. Трички. Хотел шарашить. Сейчас даже успеет кофе, потому что вон его в сушах, а на то света почти нет. Друзья мои, всем добрый вечер. Сегодня базарный день. Я занята работой. Третьи день я выхожу из дома. Но успеваю еще вот приготовить. Привет, мои дорогие. Возвращаюсь с йоги, не состоявшейся. Почему? Потому что мы сегодня решили с девочками поплавать, пока вода теплая. И вот. Прохожу мимо карфора. Смотрите, какие цены. Фарш 289. 305-374. Хорошее мясо. Сумки. 250. Я детям вон, лирмочки по 700 лир. За эту сумку у Ирмочки, которую я купила. 700 лир. Ну, на сайте я взяла. Хэпси-бурада. Так вот, мои дорогие. Вы знаете, я столько находилась по магазинам, когда были дети. И вот в этом постоянно, что им надо что-то купить. То трусов не хватает. То блузку надо, юбку надо. Все надо, что у меня. Я вообще часто не захожу в магазин, обхожу стороной. Вчера мой Ашкэм сам ходит на базар, сам все делает. Я только готовлю. Я кайфую и отдыхаю сейчас. Наслаждаюсь жизнью. Всем тем, у меня очень много планов по развитию, саморазвитию. Я вот закончила трехдневный марафон. Сейчас дорогу перейду и продолжу. Закончила трехдневный марафон по мобильной фотографии, чтобы научиться правильно снимать фотографии. За счет видео там нам ничего не рассказали. Там надо какие-то курсы отдельные по видео покупать. Но мне это не нужно. Мне как блогеру, как бизнес-партнеру, инвестору, нужно публиковать какие-то посты. Для этого я научилась, как правильно снимать селфи. Не буду стараться придерживаться этой точки зрения. Главное, чтобы не вот так было, а вот так вот. Где-то мы находились сбоку всегда. Или попадали в верхний квадрат сечения, в золотое сечение. Кстати, вот это все связано с нейрографикой. Когда я изучала нейрокомпозицию, нам тоже нужно расставлять треугольники, квадраты, графические фигуры. По этому правилу, по золотому сечению. Так что вот в жизни нашей везде все пригождается. И я очень довольна. Эти три дня, да, я потратила очень много времени на фотосессию свою личную. Около двухсот рисунков я сняла вчера. Из них выбрала десять. Попубликовала. Моему кругу общение понравилось. Моим подписчикам понравились какие-то две профессиональные, но это плюс. Хотя, когда из десяти какая-то профессиональная фотография у тебя получилась. Так вот, мои дорогие, вот. Сейчас надо мне еще там еще какую-то послушать. Не успеваю. Вчера у меня была работа активная по моему бизнесу. Поэтому я стараюсь за все сейчас ухватиться и учиться, учиться, учиться. Настолько я готова ко всем этим учениям, познаниям и двигаться вперед. Потому что большие планы у меня, о которых я вам расскажу попозже. Пока, когда вот сделаю первый шаг, вот тогда поделюсь с вами информацией. Был базарный день. Какие фрукты принес Ашкэм. Какие все вкусные. Ой, такие сочные. Вот смотрите, сейчас уже какой конец месяца, да, сентябрь. А у нас замечательная погода. Только мухи кусаются. Мухи кусаются здесь, друзья мои. Дома у меня в квартире нет. Ну, прям так прицепились. Наверное, от того, что здесь зелени много, да. Хотя на балконе у меня тоже зелени много. Вот в нашем доме продают две квартиры в данный момент. Две купили, две продают еще. Давно не показывала вам нашу речку. На ней выросло уже что-то. Мусор. Вот это все мусор. Поэтому и появляются эти мухи, и крысы, и все. Ну, в нашем сеты ничего нет. Чистенько все. Вот так вот. Возвращаюсь домой. Душ, и как всегда, все по плану. Одно и то же. Но зато замечательно и одно и то же. Ули мои. Как я и обещала, я приготовила хлеб из красной чечевицы. Также у меня фарш из кабачков. И обалденные котлеты. Газ помыла. Сейчас будет опять все. Друзья мои, обалденные. Они такие вкусные. Здесь, знаете, что внутри? Кабачок, морковь. Пять кабачков, вот таких, наверное, вот таких. Морковь. Она у меня... Я посолила кабачки. Стекла жидкость. Прямо так, отжала жидкость. Одну луковицу, прямо с жидкостью. Сок не выливала. Одно яйцо. Наверное, три или четыре ложки манки. Приправы. Приправы, соль. И я это, наверное, час или два она у меня постояла. Пока я занималась бизнесом. И вот. И оно жарится уже. Вкусное. А потом в ручках так придать форму котлеток и жарить. Но мы жарим на масле. Сегодня на вечер я приготовила вот такое ассорти. Чуть-чуть было фарша с рисом. Кабак болгарский. Почему-то все белое. А на самом деле оно с томатной пастой. Ну, не важно. Главное... Смотрите. Принес несколько штучек инжира. Так как я боюсь, что там внутри черви. Я решила порезать мелко. И немножко в баночке, маленькую баночку сварить. Инжировое варенье. Купил две бутылки по 5 литров. Но теперь много масла. А еще Ашкин. Купил мне вот такой пылесос. Немецкая марка какая-то новая. Знаете, что я думаю? Мне Дайсон не нужен ничего. Дайсон у меня будет все новое. Престижное такое. В новой квартире. А зачем, скажите, вот это все бренды? Главное, чтобы она хорошо работала. Вот ей мы, например, купили комбайн. Я довольна очень. Купили чайник электрический. Довольны мы очень. Не брендовый такой марк, а не популярный. Не в этом счастье, друзья мои. Нужно соответствовать Дайсону. Чтобы все вокруг соответствовало. А не те люди, которые, допустим, сейчас берут кредиты, покупают айфоны, а приходят, возвращаются домой и живут на квартире. Так что вот я так думаю. Вы знаете, как меня мой муж любит? Вот так он меня любит. Любит меня порадовать, побаловать. Думаю, ну куда же сейчас кушать после таких голубцов? Спасибо, Ашкин. Красота. Разные-приразные они. Места просто нету. Как их съесть? Они съесть, обидятся. Приходите ко мне на чай. Угощу вас такими печеницами. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.